Привет, ребята! Привет, друзья! С вами вновь программа «Новостенок» и мы ее ведущие Керам и Салима. Садитесь ближе к экрану, сейчас вы узнаете много интересного. Итак, сегодня в нашей программе. Проближение весны чувствуется все острее. Какие интересные факты, о ней вы знаете. Копилку своих знаний всегда можно пополнить за счет рубрики. А знаете ли вы что? Хорошо, когда учишься у настоящих мэтров своего дела. Преподаватели детско-художественной школы Черкесска выставили свои лучшие работы на выставке, приуроченную к столетию республики. Здесь на переднем плане изображены наливистые спелые груши. Родной язык – наше национальное наследие. Генетическая связь с предками и родиной. Именно так считает наш сегодняшний гость Ренат Кумратов. Он знает свой родной язык почти не отлично, и поэтому решил попробовать свои силы в городском конкурсе. А очередной вкусный и незатейливый рецепт угощения приготовили в ведущей рубрике «Поваренок». А я напоминаю, что можно придать конфетам форму трюфеля вытянутые. Но сегодня у нас вот такие шарики. Оставайтесь с нами, ребята. Будет интересно! Весна – период возрождения и цветения новых впечатлений и открытий. Сегодня мы поделимся с вами самыми интересными и забавными весенними фактами. Удивляйтесь, узнавайте и запоминайте! Впереди рубрика «А знаете ли вы что?» Весной и летом дети растут в три раза быстрее. Вы слышали о таком? Этот факт установили зарубежные ученые. Результаты проведенных ими исследований показали, что за период с марта по август дети вырастают в три раза больше, чем сентября по декабрь. Сказывается обилие солнца, а следовательно восполняются запасы витамина D в организме, от которого зависит развитие скелета человека. Ну и, как известно, в теплое время года мы чаще бываем на свежем воздухе, едим свежие овощи и фрукты, и вообще более активны. Так что продолжаем в том же духе. Весной растения пробуждаются в соответствии с особыми биологическими часами. Ветка дерева, срезанная в марте и стоящая в воде в хорошо освещенном месте, даст ростки. Однако, если это проделать в ноябре, веточка останется мертвой. Это происходит потому, что деревья имеют особый механизм, помогающий им узнавать поры пробуждения. Он сориентирован на длину светового дня. Самыми первыми на весеннее потепление отзываются корни растений. Они начинают активно расти уже при температуре 7-8 градусов тепла. А еще выяснилось, что у весны имеется своя скорость движения. Ученые не поленились вычислить, с какой скоростью движется весна, а оказывается 50 км в сутки. Определить это им удалось под наблюдением за соцветием отдельных растений. Весной люди дышат в три раза чаще, чем осенью, в сравнении с остальными временами года. Частота дыхания человека весной возрастает в три раза. Обычно человек в час совершает до 1000 вдохов, а весенний месяц значительно больше. Ученые объясняют это тем, что организм долгие зимние месяцы пребывал в условиях кислородного голодания и теперь стремительно восстанавливается. Пробождающиеся растения выделяют больше кислорода, и легкие начинают работать с повышенной интенсивностью. Но, между прочим, не во всем мире весна приходится на март, апрель и май. Например, в Австралии, Аргентине и на Мадакаскаре она наступает в сентябре. Польшинство диких травоядных животных, какие живут в часах света, где регулярно происходит смена сезона, дает потомство ранней весной. Такая адаптация вызвана тем, что травоядное животное, появившееся на свет именно в эту пору года, имеет больше шансов на выживание, так как успеет вырасти и набрать запасов жира к зиме. С приходом весны птицы начинают петь. Их пение вызвано тем, что самцы пытаются привлечь внимание самок. После того, как самец находит самку, образовавшаяся семья начинает гвездиться. Такие животные, какие находились в спячке, например, ежи, медведи, вылезают из своих нор и начинают искать пищу. Птицы и бабочки, какие эмигрировали осенью в теплые края, возвращаются домой. Животные, какие поменяли свой цвет на белый, чтобы сливаться с загружающей средой в зимнюю пору года, возвращают привычный для них цвет. Эта пора года ассоциируется не только с приходом тепла, появлением цветов и таяния снега. Она также является началом аллергического сезона. К сожалению, огромное количество людей в мире страдает от аллергии. Приблизительно 10-15% всего населения планеты аллергии. С приходом весны расцветают цветы, начинают цвести деревья, какие несут потенциальную угрозу для людей, страдающих от этого недуга. Поэтому, если для некоторых эта пора знаменуется с приходом тепла и хорошим настроением, то для аллергиков весна является одним из самых тяжелых сезонов в году. Что-то мы на грустном, на аллергии остановились. Скорее меняем тему на более веселую, точнее творческую. Хорошо, я начну. На днях детской художественной школе Черкесска состоялась выставка, приуроченная к столетию республики. Ребят, вы все знаете, что этот год – юбилей для Карачаева Черкесии. Сто лет со дня ее образования. Так вот, на этой выставке выставились работы не воспитанников в школу, а их преподавателей. Это кемастер-класс, чтобы было детям на кого равняться. Здорово! Давай теперь поподробнее об этом расскажет наш юный репортер. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки, посвященной столетию нашей любимой Карачаевой Черкесии. Давайте вместе насладимся работами художников нашей республики. На выставке представлены работы, выполненные в разных стилях и жанрах. На большинстве картин изображены красоты нашей республики, ведь у нас есть и живописные горы, и альпийские поляны. И кристальные речки. Конечно, такая красота природы вдохновляет художников творить. Здесь можно ходить целый день и любоваться картинами. О выставке я расспросил директора детской художественной школы, где и выставлены работы. Расскажите, пожалуйста, про открытие вашей замечательной выставки. Выставка наша, ты же знаешь, какой год? 22-й год. Это, ну-ка, скажи, чему посвящается этот год? Посвящается столетию Карачаевой Черкесии. Нашей любимой Карачаевой Черкесии. И наши дети, и взрослые преподаватели, все они хотят достойно встретить эту дату. И таких выставок у нас много. И одна из тех выставок, которые ты сейчас вместе со мной прошла, посмотрела, посвящена именно этой дате – 100 лет нашей республики. Тебе понравилась самая выставочка? Да. Что тебе понравилось там больше? Мне больше всего понравились тюльпаны. А чьи работы вы сегодня выставляете? Мы выставляем работы наших преподавателей. Наши преподаватели, все уже известные художники есть, есть, которые подходят к такой вот уже, к признанию большому. Это все наши преподаватели, которые учат детей, которые вот к нам приходят. У нас очень много детей желающих. Где-то в пределах 300-310 детей у нас обучаются в нашей школе. У нас ход всегда открыт. И вот стены, которые ты видишь, они никогда не пустуют. Здесь постоянно какие-то работы. Мы привлекаем сюда и известных художников, и тех, которые только начинают свой творческий путь. А мне удалось побывать и на занятии, где воспитанники художественной школы учит и создавать на чистом белом холсте новый яркий и интересный мир. Одна из учащихся школы Алина Байрамукова рассказала мне, как создаются картины на примере выставоченных работ своего преподавателя. Расскажешь мне про картины, выставленные на выставке? Конечно, я расскажу тебе о них. Вот посмотрим на эту. Здесь на переднем плане изображены наливистые спелые груши. Чуть подачи у нас изображены кусочки арбуза. Арбуза. Очень сочно, очень ярко все это так передано. Здесь у нас тени красиво падают. Ты любишь груши? Да. Отлично. Смотри, как красиво все. Это картина моего преподавателя Мурашовой Натальи Андреевны. Называется «Фрукты и ягоды». Фрукты и ягоды. Ты ведь знаешь, что арбуз – это ягода? Да. Отлично. Чуть дальше у нас изображены подсолнухи. Подсолнухи являются цветами солнца. Они буквально следуют за его лучами. Ты знаешь это? Если подсолнух отвернут от солнечных лучей и растет в противоположную сторону, он не выживет и погибнет. А сложно писать картины? А сколько времени уходит на одну из таких? На такую работу у меня бы ушло по крайней мере пару дней. У моей преподавательницы это все выходит, думаю, намного быстрее. Она уже профессионал своего дела. Это у нее выходит все на вдохновение. На наших занятиях она очень часто за буквально пару часов создавала очень красивые картины, которые показывали нам, как нужно и как правильно работать. Когда ты начала увлекаться живописью, какие картины ты больше всего любишь писать? На самом деле увлекаться живописью я начала довольно давно, еще в конце своей школы. Именно по этой причине я поступила в художественную академию и, пожалуй, я больше портретистка. Мне очень нравится передавать человеческие эмоции, черты его лица, настроение. Только посмотрите, с каким вдохновением рассказывают о выставке сами художники. Признаюсь, вдохновилась и я. Но оказалось, что художественную школу можно записаться с пятого класса. Мне пока рано. А вот каждый пятиклассник, который любит рисовать, уже сейчас может начать заниматься любимым делом. Двери художественной школы всегда открыты для всех любителей живописи. Здесь можно не только научиться писать картины, но и полюбоваться работами учащихся и преподавателей. Салима, как ты относишься к родному языку? Прекрасно. Но не могу сказать, что я им владею, но отлично. А почему ты спросил? Понимаю. Многим нашим ровесникам стало тяжело на нем говорить. А все потому, что мало его практикуют. В семье надо на нем чаще говорить. Как сказала мой дедушка, без языка нет нации. Да, согласна. Каким бы красивым ни был объединяющий нас всех русский язык, все же от родного языка отказываться не стоит. Ведь это наше национальное наследие, генетическая связь с предками и родиной. Мы неразрывны. Именно так считает наш сегодняшний гость, Ренат Кумратов. Он знает родной Ногайский язык почти на отлично. Именно поэтому решил попробовать свои силы в городском конкурсе родного языка. И вполне серьезно претендует на победу. Здорово. Идем знакомиться. Пошли. Ребята, приветствуем. Ренат Кумратов. Учится на хорошо и отлично в пятом классе школы номер два города Черкеска. Имеет много увлечений и хобби. Но больше всего тянет к футболу и родному языку. Привет, Ренат. Привет. Привет. Поприветствуй нас на родном языке, пожалуйста. Куньяк Шиболсон. Расскажи про конкурс по родному языку, в котором ты участвуешь. Как ты о нем узнал? О нем мне рассказала Людмила Тугановна, моя учительница по родному языку. В этом конкурсе участвовали все ученики города Черкеска. Надо было лишь спеть песню или прочитать стих на родном языке. Твой родной язык ногайский. Как часто ты с ним разговариваешь и с кем из домашних? На нем я разговариваю со своими родными. Когда я еду в аул с бабушкой и дедушкой. Также в ауле у меня есть много братьев и сестер. С ними мы разговариваем на ногайском языке. Еще у меня есть много друзей. Мы с ними тоже разговариваем на ногайском языке. Помимо членов семьи, знаний родного языка ты оттачиваешь на уроках. В школе, в уроках родного языка. Вообще, как проходит твой урок? Все ли тебе понятно? Как работает с учителем? Работает с учителем нормально. На уроках мы отгадываем загадки на родном языке, читаем стихи и рассказы. А еще мы знакомимся с произведениями многих авторов. Суюна Капаева, Аскриви и Киреева. Мы знаем, что для участия в этом конкурсе надо было записать ролик со стихом или песней на родном языке. И он есть в нашем распоряжении. Покажем ребятам? Да. Поехали! В ролике у тебя такой народный образ, национальный костюм и все такое. Расскажи, как ты готовил ролик? С кем? Как выбирал стихотворение? Принимал ли советы со стороны? Да, принимал советы со стороны. Помогла мне выбрать стих Людмила Тугановна. Я его выучил, и мы с мамой отсняли ролик. Он назывался «Ногайтыль». В переводе с русского как «Ногайский язык». Автор Юмал Каракаев. Стих был о красоте «Ногайского языка». Вообще у тебя и по всем другим предметам в школе неплохо обстоят дела. Расскажи про любимые предметы и учителей. Я люблю все уроки в школе, но больше всего математику, русский, английский и родной. Любимые учителя – это Евгения Викторовна, Елена Васильевна, Кристина Александровна и Людмила Тугановна. Время после учебы ты посвящаешься еще одному любимому занятию – футболу, где и с кем ты им занимаешься. Или это любительское на площадке во дворе? Нет, это не любительское, это профессиональное. Занимаюсь я с хорошим тренером – Артемом Симоновичем. В неделю проходят три занятия. На выходных мы уезжаем на соревнования в Ставрополь или Минводы. Как проходит твой обычный учебный день? Про спряток дня расскажи. Я просыпаюсь в 7 утра, иду умываться, делаю зарядку и завтракаю. Собираю в школу и иду в школу. Уроки заканчиваются в 13 часов. Я возвращаюсь со школы, раздеваюсь, немножко отдыхаю и делаю уроки. Потом иду на тренировку. Тренировка заканчивается в 19 часов. Иду домой, немножко отдыхаю и вожусь спать. Можно поподробнее про твои уроки футбола? Как они проходят? Мы делаем сначала разминку, потом тренер объясняет нам, о чем будет тренировка. Например, пас передача. И отрабатываем приемы. А уже в пятницу мы встречаемся с друзьями и играем в футбол. Мы показываем, чему мы научились за неделю. У тебя есть первые футбольные награды? Расскажи, где и как их заработал. Первую награду я заработал с командой в Саврополе. Мы сражались с командами за первое место. Это было очень сложно, но мы заняли первое место. Как дома относятся к твоему увлечению футболом? Дома к моему увлечению относятся хорошо. Мой дядя футболист. Я захотел стать, как он. Кем видишь себя в будущем? Я в будущем хочу стать учителем физкультуры и обновременно тренировать спортивную команду. У нас есть небольшой опрос для тебя, чтобы наши зрители получше тебя узнали. Готов? Да. У тебя много друзей? Конечно. Что ценишь в дружбе? Честность. Твой любимый цвет? Зеленый. Имя любимой учительницы или преподавателя? Кристина Александровна. Хотел бы совершить кругосветное путешествие и почему? Хотел бы, потому что это увлекательно и прикольно. Твое любимое блюдо? Магайские лакомы, которые готовит моя бабушка. Твой любимый напиток летом? Спрайт. Самая интересная книга, которую ты прочитал? Гарри Поттер. Любишь домашних животных и есть ли они у тебя? Я люблю домашних животных, но пока что у меня их нет. Как и чем помогаешь маме по дому? Мою полы, протираю пыль и мою обувь. Велосипед или самокат? Что предпочитаешь? Велосипед. У тебя есть возможность передать привет своим друзьям. Передаю привет Гачиаеву Азналуру, Смакуеву Имрану и Кузнецову Вадимиру. Спасибо, что был сегодня у нас в гостях. Будем следить за твоими успехами. И вам спасибо. Пока. Пока. Салима, ты сейчас будешь просто удивлена. Ну-ка, ну-ка, что же меня заставит? Новость, которую я сообщу. Заинтригована. Выкладывай. Представляешь, из арахисового масла можно сделать не только бутерброды, но и бриллианты. Согласно одной из гипотез, алмазы образуются из углерода под действием очень высокого давления. Углерод содержит почти все продукты питания. Так что исследователям удалось получить в лаборатории искусственный алмаз из обычного арахисового масла. Его можно получить из любого масла, даже из того, которым вы обычно завтракаете. А потом уже обычным способом алмаз превращается в бриллиант. Вот это новость! Открытие для меня! Я и сам был поражен. Это одно из моих любимых лакомств перед школой. И такое ценное по составу оказывается. Перед школой и после нее можно еще угостить себя и друзей тем лакомствам, которые приготовили ведущие рубрики Поваренок. Будем смотреть! Всем привет, дорогие друзья! С вами рубрика Поваренок и я, ее ведущая Фатима и моя помощница Олеся. Привет, Фатим! Привет, дорогие друзья! Сегодня мы покажем тоже очень простое, вкусное, сладкое блюдо, которое легко можно приготовить из, опять-таки, доступных и простых продуктов. Сегодня мы приготовим конфеты ручной работы. Их можно называть еще и эко-конфеты. Они будут состоять из фиников, которые можно купить, да? И семечек. Да, ну и, конечно же, какие конфеты без шоколада? Шоколадом в данном случае будет выступать обычный какао. Я считаю, это настоящий ПП-рецепт. Настоящий ПП-рецепт, но он ничем не уступает магазинным сладким конфетам. Такую конфетку можно подать и с чашечкой кофе, и просто, как в дополнение к десерту какому-то. Сегодня мы расскажем, как готовить, покажем и расскажем еще другие варианты. Какие можно использовать сухофрукты в данном случае, да, сегодня мы их так используем. Какие можно использовать орехи, семена и, собственно, какао. Какао, да, какао. У нас сегодня какао. Но можно использовать кероп. Это тоже такой очень интересный бобовый, который обладает таким ярким, шоколадным, насыщенным вкусом. Особенно если он обжаренный, то напоминает молочный шоколад. Поэтому для тех, у кого есть аллергия на шоколад, покупайте кероп и смело используйте его в приготовлении домашних сладостей. Ну, а что касается фиников. Финики можно заменить. Кстати, о финиках. Финики тоже бывают разные, да, финики бывают королевские, большие, мясистые, маленькие, темные, светлые. Я люблю большие финики. Они мне как-то вкуснее. Да. Но, опять-таки, большие финики, они достаточно дорогие. Их, наверное, было бы целесообразнее использовать именно в качестве вот такого десерта самостоятельного. А маленькие финики можно уже превратить в массу, из которой мы будем лепить конфеты. И что касается семечек, да. А, и, кстати, вернемся опять к сухофруктам. Помимо фиников можно использовать курагу, можно использовать... Кстати, да. Да, можно использовать чернослив. Но самые вкусные конфеты получаются, честно скажу, из фиников. Потому что у фиников нет ненужной кислоты. Они имеют... Да, я считаю то, что вот курага и чернослив, они кислинку дают как такую. А вот у фиников, я думаю, прекрасный вкус будет, тем более, если их приготовить правильно. Точно. Ну и семечки, да. Сегодня у нас обычные семечки подсолнечника. Они очищенные, они могут быть обжарены, могут быть не обжарены. Сегодня у нас сырые семечки. Тоже будет зависеть вкус от того, какой вы возьмете вариант, обжаренный или нет. Выбирайте, пробуйте и так, и так. Ну и семечки можно заменить орехами. Можно использовать миндаль, можно использовать фундук, можно использовать грецкий орех. Но должна предупредить, что в случае, если вы будете использовать орехи, особенно грецкие орехи, будет достаточно жирно и калорийно. Потому что в них очень много масла, больше масла, чем в семечках подсолнечника. Ну и, конечно же, если мы говорим о миндале или, например, фундуке, то это достаточно дорогостоящий получится процесс. Особенно если вы готовите большую порцию конфет. Сегодня мы покажем малюсенькую порцию. Мы сегодня приготовим немного конфет. Да, чашечки кофе. И, собственно... Собственно, давайте начнем. Да, собственно, достаточно говорить. Нам понадобится всего лишь три ингредиента. Это финики, как мы уже перечислили, семечки и какао. Да. Какао и семечки будут выступать в качестве основы. В такие конфеты можно добавлять и начинку, а можно и обойтись без начинки. А вот какао – это будет обсыпка, в которой мы будем обваливать готовые конфеты. Я тебе поручу взять ступку, семечки и маленькими порциями измельчать и отправлять в тарелочку. Я сейчас подам тарелку. Давай. Тарелку ты попал уже, куда ты будешь высыпать, скажем так, муку из семечек. Делаем настоящую муку. Да, сейчас ты будешь трудиться руками, а я уберу косточки из фиников и постараюсь мелко-мелко нарубить, ну, максимально мелко, чтобы финики можно было превратить в такую, ну, можно сказать, ближе к массе. То есть ты очистишь финики от косточек и превратишь в такую чистенькую массу, без косточек, то есть. Да. Почему я буду делать это вручную ножом? Да, конечно, я не превращу их прям в такую натуральную, скажем, массу однородную. Нет, ножом это сделать невозможно, но и не стоит это делать блендером или электрической мясорубкой, потому что финики имеют очень такую липкую, вязкую текстуру, которая ломает все электрические моторы. Вот. Поэтому, если уж вы хотите приготовить большую порцию конфет и берете большое количество фиников, доставайте всем известную советскую ручную мясорубку и уже измельчайте финики. Нам необходимо превратить финики в такую вот кашу, которую мы смешаем с мукой из семечек. Ну, да. И затем из этой прекрасной смеси мы уже будем лепить шарики или трюфели. В данном случае все-таки это будут трюфели, потому что мы будем использовать какао в качестве обсыпки, да? Это будет и внешне напоминать, и по вкусу тоже. Как раз считаем то, что мы делали, делаем настоящие трюфели. Точно. Вот. Кстати, а как ты относишься вообще к шоколадным конфетам? Как часто их употребляешь? Знаешь, не на ли это проходит у тебя? Ну, я, конечно же, очень люблю шоколад и, соответственно, шоколадные конфеты, но из-за них у меня часто бывают высыпания на лице, поэтому я ими не злоупотребляю. То есть, когда мне захочется, да, я могу съесть, но я так часто это не ем, но очень хочется. Вот. В таком случае ты можешь заменить какао, порошок, на... Да, какао – это спасение, однозначно. Убираем. Я сейчас возьму нож побольше и постараюсь нарубить. Да, измельчай еще сильнее, прям, насколько получается у тебя. А я вот такими вот... Ну, тут трудная работа измельчать. Это очень сложная работа, согласна. Поэтому... Вот. Что касается, кстати, семечек, да, то есть, вот что делать с сухоколками, я сказала. А вот с семечками можно поступить тоже иначе, если вы не хотите работать руками много, то, пожалуйста, доставайте кофемолку. Кстати, да. И буквально за несколько секунд ваши семечки превратятся в муку. Ну что, финики готовы? Да, и я тоже уже закончила это все измельчать. Давай ложечкой, может, тебе помочь. Давай. Отсюда. Вот так. Угу. Есть. И финики. Ура, мы это сделали! И теперь я могу тебе поручить это дело, такое очень интересное. Взять это, смешать хорошенько, пальчиками, прям размять эту массу, превратить ее в однородную такую... Ну, не могу сказать прям однородную, но для того, чтобы они равномерно перемешали. С небольшими такими кусочками и вот семечки, некоторые кусочки, они крупные, некоторые мелкие, и тем самым будет прикольнее как-то кушать, что ли. Я так считаю, потому что если бы все это было однородно, мелко-мелко-мелко накрошено, то это как, знаете, как песочное печенье. Вот. Да, прям мне хорошенько, оно должно быть липкое. И начинаем лепить шарики. Формировать. Такие, небольшого размера. Можно шарики также приварить. Можно его любой формы сделать, так интереснее будет. Да. Вот такие небольшие конфетки получаются. Да, шарики небольшие. Вот. Хорошенько формируем. Что хотела сказать еще по поводу данных конфет. Для того, чтобы конфеты стали еще более вкусными, перед тем, как их подавать, отправьте их ненадолго в холодильник. Пускай они немного остынут. И вы можете сравнить. Да. До и после холодильника вкус конфет. Мне кажется, даже сам вкус, в принципе, сам вкус конфет, он меняется. Я считаю, да, они пропитаются, они поженятся между собой, эти ингредиенты. Да. Семечки. Семечки с финиками поженятся. И получатся очень вкусные конфеты, которые будут намного вкуснее, чем ежели мы их не поставили бы в холодильник. Вот так вот. И теперь будем обваливать конфетки в какао. Вот таким образом. А я напоминаю, что можно придать конфетам форму трюфеля вытянутые. Ну, сегодня у нас вот такие шарики. Если конфеты чуть больше по размеру, можно, кстати, внутрь отправить еще и целый орешек. Орешек, да. Или миндали. Да, вот мне как раз очень нравится, когда внутри еще один орешек миндаля. Это тоже, это очень вкусно и необычно. Получается настоящая фарера роше. Точно, лучше. Лучше, да, намного. Оно же натуральное. Помнишь, мы с тобой готовили когда-то Рафаэла? Вот. Точно. Сегодня мы готовим трюфели. Конфетки готовы. Я думаю, что можно попробовать. Да, я надеюсь, что они очень вкусные, очень хрустящие и полезные получились. Сначала не чувствуется сладкий вкус, а потом уже так раскрывается по-другому, как-то необычно. Потому что на первом фланге выступает горький какао, а затем присоединяется уже сладкий вкус финика. Такие конфеты можно приготовить из различных ингредиентов, из кураги, из чернослива. Но сегодня мы их приготовили из фиников. И я считаю, что из фиников конфеты такого плана получаются очень вкусные. Наиболее, наилучший вариант. Поэтому советую вам готовить именно по этому рецепту. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Дорогие ребята, наш сегодняшний эфир подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Хотите как-нибудь вести программу «Новостенок» или быть с ее гостем? Тогда вам всего лишь надо заявить о себе и своих достижениях. Пишите нам на электронную почту. Детестопокархиздавают4.ру К своим письмам прикладывайте анкеты и портфолио с достижением в любой сфере. На этом у нас все. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин